так друзья всем доброго дня один наверное самых сложных вопросов которые мне задавали серёга объясни простыми словами что такое цикл от аткинсона и миллера вот все слушали и слышали что обычный двигатель внутреннего сгорания работает у нас по циклу от но также на некоторых лексусах сейчас на маздах там с двигателем sky active начинает муссироваться такое понятие что есть у нас еще цикл откинсона откинсона тире миллера миллера откинсона просто миллера там и так далее тем подобным в общем сегодня я постараюсь простыми словами объяснить если получится что это такое для чего создавалась и как это все собственно работает но вот смотрите обычный двигатель внутреннего сгорания 80 процентов обычных двигателей внутреннего сгорания работает у нас по циклу отто николас август от это был инженер самоучка который в 1878 году изобрел принцип вот двигатель внутреннего сгорания который мы знаем как бы до сих пор он у нас четырехтактный всего четыре такта первый это у нас идет впуск дальше идет сжатие соответственно воспламенение верхней точкой мертвой точки дальше идет у нас рабочий ход поршень у нас толкается вниз и после этого поршень идет у нас наверх и отводит отработанные газы вот куда-то вот сюда вот думаю объяснять не нужно все это знаю но в 1886 году да кстати от получил патент и он запатентовал свою технологию чтобы как бы ну скажем так использовать его двигатель нужно было ему платить денежки соответственно многие инженеры старались его патент как-то обойти и вот первый кто постарался это сделать это был джеймс апкинсон 1886 году он предложил свой двигатель внутреннего сгорания который имел как бы да вот у меня можете спросить зачем он сейчас там это все делал да если есть двигатель который нормально работал друзья до сих пор бьются над идеальным двигателем внутреннего сгорания и до сих пор как бы есть различные циклы то есть не думайте что инженеров было всего три там от аткинсон и миллер был и дизель там и стерлинг там и так далее там подобные этих циклов там насчитывается наверное штук двадцати просто от аткинсон и миллер они такие самые известные которые хоть как-то применяются сейчас так вот он просто решил создать двигатель который наиболее эффективный который будет работать при меньшей степени сжатия не так шуметь будет обладать высоким кпд и обладать скажем так поменьшенным расходом топлива ну звучит как фантастика но его двигатель получился очень и очень сложным у него получилось то здесь вот эта схемка конечно вот этот вот идет у нас коленчатый вал как бы находится сбоку от основной конструкции а так здесь идет у нас четыре точки опоры и идет если вот ну считать вот это что все это идет рычаги и шатун рычаг то получается три рычага плюс сам коленчатый вал у него также есть такт впуска вот сейчас вот идет вот видите впуск дальше идет у него такта сжатие воспламенения когда поршень идет у нас наверх идет рабочий ход когда поршень вот так вот у нас идет вниз ну и собственно идет выпуск что самое интересное все вот эти вот четыре такта проходили у нас за один оборот коленчатого вала например вот это было два оборота коленчатого вала то есть двигатель был скажем так мягко совсем другой был намного сложнее он был достаточно громоздкий вот сейчас посмотрите небольшое видео как этот двигатель работал так друзья принцип работы двигателя по циклу откинсона достаточно просто но вот смотрите голубая стрелочка это идет у нас в пуск свежей топливной смеси далее идет сжатие воспламенение идет рабочий ход поршня и дальше черная стрелочка уже идет выпуск отработанных газов но смотрите все четыре такта по сути у нас выполняются за один оборот коленчатого вала он у нас на видео слева благодаря вот этой конструкции рычагов этот двигатель имеет не такую высокую степень сжатия он имеет эластичность он имеет высокую экономичность но эта конструкция у нас громоздкая и сложная у нее низкий крутящий момент на низких оборотов и она плохо управляется у нас дроссельной заслонкой от себя хочу сказать что в серию вот этот двигатель не пошел но так как адкинсон первый предложил работать двигателю внутреннего сгорания на пониженной степени сжатия и он кстати запатентовал эту технологию то вот за адкинсоном так это все и закрепилась но в 1947 году инженер ральф миллер изобрел как бы свой двигатель то есть он если грубо так выразиться скрестил двигатель отто и принцип не двигатель адкинсона а принцип пониженной степени сжатия в своем двигателе но так как за адкинсоном как бы в патенте вот было там слово пониженная степень сжатия то хотя двигатель это совершенно не похож вот на этот многие называют его все-таки двигателем адкинсона ну если честно это миллер адкинсон хотя там от адкинсона-то ничего как бы не осталось то есть я его буду называть двигателем миллера на степени сжатия когда поршень идет у нас вверх что вот то что у миллера у отто оба клапана у нас закрывается и здесь у нас создается достаточно большое давление у миллера у него впускной клапан у нас немного приоткрывается и какая-то часть вот этой воздушно-топливной смеси у нас уходит вот сюда вот во впускной коллектор для чего это делалось предполагалось что поршень атакте сжатий идет с меньшим сопротивлением то есть уменьшаются насосные потери и лучше геометрически сжимает воздушно-топливную смесь исключая ее детонацию то есть здесь вот у отто если слишком сильно сжать воздушно-топливную смесь она у нас будет детонировать а у откинсона такого у нас как бы не произойдет потому что как бы здесь воздушно-топливной смеси у нас просто банально меньше то есть не такая высокая степень сжатия и однако степень расширения при воспламенении от свечи остается почти такая же как у отто из-за этого мотора получился у нас экономичные то есть экономия топлива особенно на низких оборотах эластичнее и он не так сильно шумит минусы это уменьшение мощности при высоких оборотах из-за худшего наполнения цилиндров вот сейчас посмотрите как работает этот двигатель вот у нас есть обычный мотор который работает по циклу отто миллер не стал заморачиваться ни с какими громоздкими конструкциями которые присущи циклу откинсона его конструкции скажем так он взял обычный мотор его немного модернизировал а именно на впуске впускной клапан у нас остается немного дольше открытым благодаря чему на такте сжатия небольшая часть воздушно-топливной смеси выходит обратно во впускной коллектор стоит друзья отметить что вот именно цикл миллера сейчас применяется во многих автомобилях ну как не во многих но сейчас все больше и больше начинает его применять я не видел ни одного двигателя который работает на цикле откинсона скорее всего откинсон это такой вот знаете как-то просто запатентовал пониженную степень сжатия вот и все а вот по циклу миллера работают некоторые тойоты например приус также они применяют в лексусах этот принцип работы особенно на низких оборотах то есть реально экономится топлива где-то я читал что там можно достичь на низких оборотах 20-30 процентов экономии топлива вот сейчас цикл миллера миллера тире аткинсона применяется на двигателях sky актив от mazda ну и практически на многих автомобилях которые оснащены у нас фазовращателем то есть фазовращатель как раз таки может у нас регулировать вот открытие вот этого клапана и по сути на низах это может быть миллер тире откинсон на высоких оборотах это может быть вот то вот именно узкая актива так и сделано то есть у него на низах работает миллер а на высоких когда нужно большое наполнение цилиндров воздушно-топливной смесью нас работает как раз таки и отто вот собственно такие вот циклы надеюсь вы поняли как что работает и кто как зачем изобретал если понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям будет еще много интересных видео на этом у меня друзья все всем пока подписывайтесь на канал